Наш сегодняшний урок о недельной главе Торы Шлах. Начинаем главу Шлах. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Пошли от себя людей, чтобы высмотрели они страну Кнаан, которую я отдаю сынам Израиля. По одному человеку, от отчего колена, пошлите. Каждый из них должен быть вождем. Всевышний говорит, пошли от себя людей. Потому что Всевышний сказал, идите в страну Кнаан. Мы должны просто идти. Ну, мы начали рассуждать, что там народ сильный, мы не знаем, кто там, им нужна обязательно разведка. И приводим аргументы из Торы, что Всевышний говорит, буду от вас изгонять народы постепенно. И мы должны посмотреть, где какие народы живут, чтобы увидеть, на кого напасть. В общем, соизмерить свои силы. Очень для этого мы требуем послать разведчиков. Всевышний говорит, пошли от себя людей. И послал их Маше из пустыни Паран, по слову Бога. Все люди, эти главы сынов Израиля, они. Это место называется в этой главе пустыни Паран. В главе Маше мы его знаем как Ритма. А в главе Творим мы знаем как Кадеш-Барнеа. Одно и то же место называется разными названиями. И вот имена их. От колена Риувена Шамуа сын Закура. От колена Шимона Шафат сын Хари. От колена Ягуды Калев сын Гифуны. От колена Исахара Игаль сын Йосифа. От колена Ефраима Ошша сын Нуна. От колена Бениамина Палти сын Рафу. От колена Голуна Гадиэль сын Садин. От колена Йосифа. От колена Минаше Гадиэль сын Суси. на людей которых послал маша высмотреть страну и назвал маша шоу сына ну на его шоу то есть наши мудрецы говорят что в этих именах просматривается на что надеялись разведчики то есть каждый подразумевал по-своему этот путь и имена указывает что они не хотели чтобы мы пошли в другую страну и даже говорит что мы хотели все остаться вождями вот разведчики хотели быть вождями и они понимали что по пророчеству маша уже не будет стране на а новый руководитель будет ставить своих людей на руководящие должности не потеряет должности и это не такое простое испытание потому что что такой человек допустим из колена средние это 50 тысяч воинов у него в подчинение кроме этого у него еще и старшего возраста люди почти не им это огромное он там царёк пустыни придет он сейчас страну план и станет обычным человеком так они решили лучше лучше быть нам царями здесь как мидраж пишет поэтому решили поступить поступили это в нашем мудрецевье что имена сокращены допустим пол тель стал полки в общем и другие имена сокращены имя калев поменялось то есть калев изначально он сын хитрона тут он сын и фун и раша волосы и памяти говорит что и фун и это переводится как выставил в разведке вот так его шоу вдруг становится ошова потом опять его шоу мы его видим битве самолеком когда он был военным министром страны на этой войне и вот он его называют тора сразу его шоу здесь он ученик маше который не выходит никогда из шатра он оша и тут маша меняет его именно его шоу добавляет ему буквы ю от имени сарай все вышли забирают уход и вне сарают на было сарай стала сара эта буква не пропала и маши чтобы усилить его шоу добавил ему эту букву стал оша стал его шоу на так вот мудрецы в этом просматривают смысл кали вообще личность невероятная мы смотрим то он колес и не фун и а потом тора называет его сын к назад это главе мотот и почему сын к назад это что у него есть очень я очень возил к нас поэтому там приемный сын к назад почему колес и к назад колен синди фун и холик колес инхитрон а еще в евро и амин книги мы находим что написано что колес сын хура стоит такой там вроде знаешь околин сам родил урах у родил ури ури родил биццарелия он построил храм как же может быть хур папа калева раша пишет что это другой человек возможно что кур назвал своего сына именем калев может быть это имеется ввиду то вместе в евро и мим это в первой части во вторая глава вот так вот там тора называет его мэра калева который он называет колувай разные имена в общем у нее очень интересная личность не поймешь может он ни один в общем настолько серьезная личность и его всевышний особо выделил выделил обрет раба моего калева за то что в нем в нем будут и но его я приведу эту страну и ваша там ряда не стоит и ваша следующих предложениях стоит ну настолько всевышний отделил столько он сильная личность выставил сам разведки не пошел пас за соблазнам других вождей это именно людей которые послал маша высмотреть страну и назвал маша ошо сына но на его шо и послал их маша высмотреть страну на все шо когда он скромный ученик торы таким и был все время он пошел скромное имя когда он действует выходит на войну или идет разведку давляется буква становится его шо и даже в конце когда его уже ставят на должен это имя стоит ваша тоже говорит о его скромности тот комментарий который говорит что оша был всего лишь пятидесятником ну это нам очень трудно понять потому что ну как это так во первых он заместитель машин во вторых он военный министр страны и трудно себе представить ему 30 каких нет учи тору всегда с утра до ночи как он уже такой комментарий нам принять возможно этот комментарий просто скромность его говорит может быть поэтому так комментируется но понятие обычно что что он обычный 50 ник трудно сказать потому что войны монет министр страны котором почти не 60 3550 человек трудно сказать что это 50 и послал их маше высмотреть страну на ан и сказал им вот идите на юг страны и взойдите на горы и осмотрите страну какова она и народ живущий в ней силен он или слаб малочистен он или многочистен и кого кого страна в которой он живет хорошая ли или плоха и каковы города которых он живет открыт они или укрепленные равенскогзивер гласной памяти он говорит что если город открытый то можем говорить о том что это сильный народ никого не боится а если он в крепостях закрылся укрепленные города то тогда нам бояться нечего то есть они сами боятся все кого земля это тучная налитоща если деревья или нет постарайте же и возьмите от плодов страны время же то было временем созревания винограда и поднялись не и высмотреть страну от пустыни сын до рихова что по дороге в хамат и пошли на юг страны и дошли до хеврона нашим мудрецы говорят там тут написано ивритик дошел до хеврона говорится что пока разведчики шли кита них цели были чтобы напугать народ чтобы не идти страну то калев это ведь закаливе шоу он пошел хеврон и молился на могиле братцов вот так дошли до хеврона а там ахимай шишай и дал май дети анака это великаны были последствий и его что мы знаем что калев скажет тому кто убьет ахимая шишай и талмая я отдаю дочь свою ахсу в жены и писать что вызвался от нее сын гназа это его названный брат и он их убил и забрал ахсу в жены калево дал ему свою дочечку но потом они говорили о том что земли хорошая на воды нету и калево еще им отдал источник какие-то там в общем такая история нам известность и иошу а хеврон был построен на 7 лет раньше циана египетской то есть древний город а могила про отцов и дошли они до долины школь и срезали там вет с одной грозью винограда и поднеси ее на шоссе вдвоем наши мудрецы говорят что она была ром на это рост даже если делим увидим чтобы просьба рада была такая ровная чтобы даже вдвоем нести можно ну сколько ну килограмм ну полтора на пусть 2 килограмма там рост весит большая ну кто бы у нее с двоем на 6 но вот это была какая-то огромная метраж пишет что она была размером 960 c это около тонны весом и пишет что восемь человек несли эту гроздь двое несли инжир и гранат которые были тоже по таланту то есть по 50 килограмм грубо взять если вот такие невероятные плоды тут были некоторые комментируют еще ведраше что каждый из них брал с собой в эту разведку оруженосца и 16 человек несли эту грусть к она была огромная то есть невероятные плоды и взяли также зло гранатовый смоковниц место то стало называться долина и школе из-за грозди которую срезали там сыны израиля и возвратились от смотра через 40 дней и пошли и пришли к маше и корону и ко всему обществу в израиле пустыню паран в кадеш и принесли ответ им и всему обществу и показали им плоды страны то есть местность пустыне пара называется кадеш но мы знаем что это кадеш барна и дворим называется еще здесь кадеш только но это не тот кадеш где впоследствии умирает мир я там же написано пустые цин она же кадеш это просто и рассказали ему и сказали пришли мы в страну в которую ты послал нас и вот течет она молоком и медом и вот плоды и и но силен народ живущий в этой стране и города укрепленные очень большие а также детей она к видели мы там а малек живет на юге страны а нам это прекрасно известно когда у нас напал мы ничего не могли сделать он убил людей это единственный случай когда кто-то из народов убил сынов израиля в рефидиме еще было перед ним получили тору на весе на напал потому что мы там говорили фразу если бог среди нас или нет он действительно убивал поэтому это очень сильный враг ахета и гуси и морей живут в горах окна они живут у моря и ордана всевышний скажет что эти народы допустим рей что они великаны и как кедры кто может победить великанов нам отдал их но успокоил калев народ перед машей сказал непременно взойдем и овладеем ею ибо в наших силах это люди же которые ходили с ним сказали не можем идти на народ тот ибо он сильнее нас и распускали не злую молву о стране которую высмотрели между сынами израиля говоря страна которую прошли мы чтобы высмотреть ее эта страна губящая своих жителей и весь народ которые мы видели в ней люди великан то есть все это было правда но можно так сказать правду что это будет злоязычие то есть распускали злую молву раз и выше написал то это и недопустимо было чтобы такие люди лучшие в стране такое всем позволили сделать люди великан да действительно там были люди такого рода большие были там видели мы исполином сынова на к потомкам исполина и были мы в глазах своих как саранча и такими же были мы и глазах наш мудрецы говорят ну своих глазах это понятно но мы не можем знать какими мы были в глазах великан это было неправда так считает и зарыдала все общество и плакал народ в ту ночь наши мудрецы говорят это ночь на девятое ава и всевышний говорит вы плакали вот ночь напрасно теперь будете плакать в эту ночь не напрасно и роптали на машея арона все сыны израиля и сказала им все общество лучше умерли бы мы в стране египетской или в пустыне этой умерли бы зачем бог ведет нас в страну эту чтобы поливы от печа чтобы жены наши дети малые дети наши стали добычей не лучше ли нам возвратиться в египет и сказали не друг другу назначим себе нового главу и возвратимся в египет сказали и сказали и получилось но и тут так было эта фраза как наши мудрецы говорят нам даром не прошла после смерти арона мы решили вернуться в египет все что сказали здесь через 38 лет чем-то мы решили идти в египет назад после вот напал нас амалек очередной раз захватил пленных мы испугались новое поколение уже и решили идти в египет то есть любые наши действия не забываются и поле машины агарон перед ниц перед всем собранием общественного израиля и гоша сын нуна и кали сын и фоне и все кто высматривал страну разорвали одежды свои и сказали они всему обществу сынов израиля так страна которую прошли мы чтобы высмотреть ее страна это очень и очень хороша если благословит благоволит к нам бог то приведет он нас в эту страну и даст ее нам страну которая течет молоком и медом не восставайте же против бога и не бойтесь народа той страны ведь они пища для нас ушло благословение и и с нами бог не бойтесь их то есть люди эти верят во всевышнего и они знают что всевышний для взял чудеса не то никто из них не забыл это поэтому всего четыре человека которые и хотят подчиняться большинству во зло и собралась все общество сынов израиля забросать их камнями но слава бога явилась шатре откровения всем сынам израиля и сказал бог обращаясь к машине до каких пор будет двигать меня этот народ и таких пор не поверят они в меня при всех знамениях которые совершил среди него поражу его муров и уничтожу его и произведу от тебя народ достойнее многочисленнее его все реально это не то что мы там должны на веру поверить мы просто видим у нас небо каждый день хлеб выпадает у нас перепела прилетают нас невероятная ситуация в пустыне не умираем там попробуй проживить день в пустыне при этой жаре мало того что там змеи ядовитые скорпионы так там жара такая что невероятно выжить то есть выше сделать такую погоду идеальную чудеса происходят обувь не изнашивается одежда не изнашивается растет с нами как панцирь и улитки в общем невероятные чудеса и все равно мы не верим что и все вышли с нами и сказал маша богу но услышат египтяне из среди которых выгул ты мощью своей народ этот и скажут жителям той страны которые слышали что ты бог в среде народа этого что лицом к лицу являлся ты бог и облако твое стоит над ними и столбе облачным идешь ты перед ними днем и столбе облогином ночью чтобы что умертвил ты народ этот как одного человека и скажут народы которые слышали о славе твоей так из-за того что нет у бога сил привести народ этот страну которую он обещал им погубил он их пустыне уже теперь возвеличится мощь господа как ты говорил сказал бог дать и долготерпелив и безмерно любовью прощает он грех и непокорность очищает раскачиваться но не отчаять не раскачиваться припоминает вину отцовых детям третьему четвертому поколению то есть это мы читаем и сиди заповедях и в 13 свойствах бога в лове тиса но это все читаем прости же вину народа этого по великой милости твоей как прощал ты народ этот от египта и до ныне искал бог простила я по слову твоему очередной раз маша спас народ выпросил прощение однако как жив я и слава бога наполняется землю так все эти люди видевшую славу мою и знамения мои которые я совершал в египте и в пустыне но испытывали меня уже десять раз не слушались голоса моего не леда и страны которые обещал отцам их и все кто в не вере меня не увидят ее раба же моего калева за то что в нем был дух иной и был он предан мне приведу я в страну которой он ходил и потомство его будет владеть ею то есть его что здесь не говорится почему-то всевышний говорит о калеве который безупречно все выполнил пишется что его что даже очень с трудом выстоял и драж перед очень с трудом удалось выстоять с одной стороны он переживает шумаше умрет он не хотел этого потому что по прочисту что машин не войдет страну то есть и в этом плане не хотел в общем ему было очень тяжело выстоять так пишется но малекитяне и к на ней живут в долине завтра обратитесь идите себе в пустыню по дороге морю суху то есть сильные народы показывают а малекитяне это мощнейшие народа и сам и к на ней 31 царь всем народа трезин царь и тут еще и морей чем все вместе и говорил бог обращаясь машина рону так до каких пор терпеть не это злое общество из этих слов мы знаем что 10 человек это общество это миньян 10 разведчиков это злое общество поэтому мы так молимся что 10 человек молитва наша услышана хорошо молимся плохо мы молимся все равно все вышли принимает наши молитвы конечно лучше когда мы молимся и души ну чтобы молитва одного человека было услышано он должен очень сильно молиться чтобы все вышли молитва одного человека а у десяти принимает молитва всегда до таких пор терпеть мне это злое общество которое подстрекается но в израиля роптать на меня ропаться но в израиля которые она такой роль которых она подстрекает роптать на меня услышал я и скажи им как жив я говорил бог как говорили вы мне так и поступлю я с вами в пустыне этой падут трупы ваши и все исчисленные из общего числа вашего 20 лет и старше за то что роптали вы на меня не войдете вы в страну в которой я поклялся поселить вас кроме калево сына и фуна и егоша сына нуна здесь же его шоу стоит малые же дети ваши о которых вы говорили добыча стандарт они их веду я и узнают и они узнают страну которой вы пренебрегли ваши трубы падут в пустыне этой а сыны ваши расстранствовать будут в пустыне 40 лет и понесут наказание за ростуство ваше пока не если и трупы вашей пустыне по числу дней в течение которых вы смотрели вы страну 40 дней погоду за каждый день понесете вы наказание за вину вашу 40 лет чтобы поняли вы что отвратили вы сердца свои от меня я бог сказал вот так сделаю я со всем этим злым обществом сговорившимся против меня то есть они сговорились так поступить пустыне этой закончат они свою жизнь и там умрут а те люди которые послал маша высматривать страну и которые возвратившись возмущали против него все общество распуская клевету на эту страну эти люди распускавшие кривиту на страну умерли от мора пред богом лишь его шел сын нуна и калиф сын ефунэ остались живы из тех людей которые ходили высматривать страну и пересказал маша эти слова всем сынам израиля и очень опечалится народ и встали они рано утром и пошли к вершине горы говоря мы готовы зайти на место которым сказал бог ибо мы согрешили это мы все-таки пришли искал маша зачем вы нарушаете веление бога ведь не удастся вам это и восходите ибо бога нет среди вас чтобы не поразили вас враги ваши видя малекитяник на ней там перед вами и выпадете от меча ибо вы на самом деле отвратились от бога и бог не будет с вами но они дерзнули взойти к вершине на вершину горы а ковчег союза бога и машине тронулись из резистана и сошли а малекитяник на ней в жившие на той горе и разбили их и громили их до хормы так что это такое тут нас напугали мы боимся уже всевышнего и получается с нами нет если он не пойдет с нами воевать верная гибель они тут то было вдруг мы осмелели идем на верную смерть реально идем на верную смерть никаких шансов то есть у нас нападает один амалек когда мы были префедиме и ничего и мы воевали весь народ бился и даже не победили марика ослабил его шоу амалека с силой меча и погибли люди он убил а тут на что мы идем мы идем против семи народов на на 31 царь мы идем против двух амарайских царей ога и сихона мощнейшие народы мы идем против и сова в виде самого сильного амалека получается все мировая война реально и мы идем и не боимся как и такое может быть это понятно что мы только можем верить бога и у него мы не спрашиваем почему мы не спрашиваем а мы знаем что у нас не отдаст потому что наш папа и мы хорошо это понимаем когда выгодно мы так дело когда невыгодно так и мы знаем что ничего он нам никто не сделает потому что наш папа с нами там нас накажет но ничего с нами не будет и действительно мы пошли воевать и пишется дальше главе дворим и вышли море и жившие в тех горах и преследует вас к делаю пчелы и вернулись мы и плакать то есть мы с войны вернулись нас не перебили мы плакали покусали пчелы раша говорит а что такое пчел раз стоит чего то мы знаем что такое когда всевышний пишет шерш непонятно а убийца свое понятно но когда пчела говорит она жалит и сама погибает после этого укуса можем себе представить на 603 тысячи пятьсот пятьдесят человек всем народом вышли если нас укусила по одной пчеле всех то 603 тысячи пятьсот пятьдесят врагов уже убитых а если по 10 пчел миллионами всевышний положил вот так вы все равно вернулись никого из нас не убили но всевышний сказал все все равно вы никуда не денете будете жить пустые 40 лет вы наказаны и умирать вы не будете сразу будете умирать когда исполнится 60 лет вот так и говорил бог обращаясь может так говорится нам израиле скажи когда придете вы в страну поселение вашего которое даю вам и будете приносить богу они полимую жертву жертву всажения или другую жертву по строгому обету или как добровольный дар и вели в праздники ваши чтобы делать благовухание приятная богу из крупного или мелкого скота то пусть представит приносящий жертву свою богу хлебный дар тонкой пшеничной муки десятую часть эйфы омер смешанную с четвертью гина оливкового масла по одному измене это полтора литра и вина для возлеяния четверть гина приготов для жертвы всажения и другой жертвы на каждого барана а вместе с барана приготовил хлебный дар из тонкой пшеничной муки две десятых эйфы смешанной с третью гина оливкового масла и вина для возлеяния треть гина принесешь блага неприятная богу есть назначишь тельца в жертву всажения или другую жертву по строгому обету и в жертву мирную богу то пусть приносят вместе с тельцом хлебный дар из тонкой пшеничной муки три десятых эйфы смешанной с половиной гина оливкового масла а вина приносить для возлеяния половину гина с огни полимой жертвой блага неприятная богу так следует поступать с одним быком и с одним бараном или с одним и огненком или козленком по количеству которое вы приносите так сделайте с каждым по количеству и всякий житель страны должен делать это принося в они поле эти они полимой жертвы луха неоприятная бог интересно то что пропорция не одинаковая то есть если мы приносим ягненка то мы приносим четверть гина масла с ним это получается полтора литра грубо и приносим мы амер муки шо вот смесь такая если мы приносим барана то мы приносим муки в два раза больше два мера а масло мы приносим не в два раза больше а приносим 3 гина 2 литра то есть тесто более твердое получается то есть если смешать полтора литра масла с одним амера муки будет тесто мягкое а если взять два амера муки и масло 2 литра будет пожестче и такая же пропорция с быком пожестче получается то есть непонятно почему ну все вы же так написал мы выполняем это выше нашего понимания почему на огненка идет более мягкое тесто и а если живет у вас пришелец или тот кто среди вас поколениях ваших и принесет огнепалимые жертву глухание приятная богу то как делаете вы так ему делать собрание установление одно для вас и для пришельца живущие у вас вечное установление для всех поколений ваших подобно вам будет пришелец пред богом учение 1 закон 1 будет для вас и для пришельца живущего у вас и говорил бог обращаясь машет так говори с нам израиля и скажи им когда придете в страну в которую я веду вас то когда будете есть хлеб той земли возносите приношение богу от начатка теста вашего возносите лепешку приношение как приношения с губна так возносите и от начатка в тесто ваша возносите богу приношение во все поколения ваши а если по ошибке не исполните каких-либо заповеди из тех о которых вы говорит который бог говорил И всего, что заповедовал Бог через Маше, от того дня, когда Бог заповедал и впредь все поколения ваши, если по недосмотру общества совершилось это по ошибке, то принесет все общество одного молодого быка в жертву всажения, в лохане, приятное Богу, и хлебный дар созрения к нему по закону, и одного козла в грешительную жертву, и скупит коим все общество в Израиле, и будет прощено им, потому что это ошибка. И они принесли свою жертву, огнеполимую жертву Богу, и грешительную жертву свою перед Богом за ошибку свою, и будет прощено всему общество в Израиле, и пришедшись живущего среди них, потому что весь народ сделал это по ошибке. То есть совершить дерзкое преступление и ошибку – это разные вещи. Хотя мы знаем, если человек что-то украл, он тоже принесет жертву, и это мышленно украл, все равно. В зависимости, что он сделал, если человек раскаялся сам, это будет один случай, если его поймали, это другой случай, в общем, не все одинаково. Но здесь, мне кажется, говорится о ошибке. А если один человек согрешит по ошибке, то пусть принесет на давалый указок грешительную жертву, и скупит коим человека, совершившую ошибку. Так как согрешил он по ошибке перед Богом, то следует искупить его, и будет ему прощено. Для жителей страны, и сынов Израиля, и для пришельцев, живущих среди них, учение одно будет у вас для поступившего по ошибке. Но человек, который сделает что-либо дерзко, из жителей страны ли он, или из пришельцев, Бога он улит, будет оторнута душа, это от народа ее. Ибо слово Бога презрел он, и западе ее нарушил, истреблена будет душа, это вина ее на ней. И были сны Израиля в пустыне, и нашли они раз человека, собиравшего хворост в день субботний, и привели его, те, кто нашли его, собирающим хворост, к Маше, и к Агарону, и ко всему обществу, и оставили его под стражей, потому что не было еще определено, как следует поступить с ним. То есть здесь говорит о дерзком преступлении сначала, а потом говорится, что человек собирал умышленно хворост в день субботний. Медораж писал, что он собирал в одном колене, с хворостом сказали, от чего ты собираешься сегодня, суббота, что он святой день, а хорошо, он уходил. И все его предупреждали, он уходил. То есть он все равно это делал. И Маше не знает, что с ним делать, не знает. И сказал Бог, обращаясь к Маше, смерти должен быть предан человек этот, забросать его камнями должно все общество в Нестана, и вывел его все общество в Нестан, и забросало его камнями, и умер он, как Бог поверил Маше. То есть, ну Медораж говорит, что он был праведник. Он хотел таким методом отдать свою жизнь, для того, чтобы мы исполняли субботу, не нарушали законы ее, знали, что за это бывает. И он так отдал. И когда дочери Славхада приходят к Маше и говорят, что дай нам удел Славхада, отца нашего, потому что нет у него сына, почему лишено будет его колено этой земли, если мы выйдем замуж за председание другого колена. То есть, и раб Иакива говорит, вот это и был Славхад. Он умер за грех свой, он не был в собрании, в обществе караха, бунтовавшего против Бога. Вот так вот. То есть, ну цель у него была умереть именно для того, чтобы мы боялись нарушать законы субботы. Настолько это важно, был праведник. И сказал Бог, обращаясь к Маше так, говорится нам, Израиле, скажи им, чтобы делали они себя кисти на краях одежды своей во всех поколениях их, и прилетали в каждую кисть края нити с голубой шерстью, и будут у вас кисти. И смотря на них, будете вы вспоминать все заповеди Бога, исполнять их, и не будете блуждать влекомое сердцем вашими глазами вашими, как блуждаете вы ныне влекомое ими, чтобы помнили вы, и исполняли все западе мои, и были святы сильным вашему. Я Бог всесильный ваш, который вы от страны Египетской, говорит вам всесильный, я Бог всесильный ваш. То есть, кистицы, мы это читаем каждый день, как минимум два раза в день, утром, вечером. Голубая нить, это нить, которую красят кровью улитки хилозон, голубая кровь. Мы сейчас не знаем, какая-то улитка, есть люди, которые считают, что нашли такую улитку определяющую, вот такая-то краска, вот считается кошерная, и красят, другие пока не красят, не уверены, что это так, почему вот так вот. Если у кого-то вопросы, кто хочет что-то рассказать, сказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Читаем Хаффицхайм. Хаффицхайм. Любите делать добро. Ежедневные уроки в умении давать. Уроки Раба Фишля Шехтера. Погей Хаффицхайм и Ават Хэссет. Перевел на русский язык и далее спинады. День 27. 27 Тишель, 27 Ниссан. Ават Хэссет, раздел 2, глава 7. Национальная идентификация. Сегодня я предложу помощь даже тому, кто как будто в ней не нуждается. Два еврея сострадания к другим людям. Для еврея сострадания к другим людям не просто одно из качеств. Это национальная идентификация. Хэссет – одно из основных свойств еврейского сердца. А если в сердце его нет, связь человека с народом Аврагама становится под вопросом. Он настолько важен, что Тора не разрешает даже допускать представителей двух народов ОМОНа и Моава к обращению к еврейству. Потому что они проявили бессердечие к евреям. Тора, Творим 23.5, объясняет. Когда еврейский народ хотел пройти свою страну через их землю, эти народы не хотели принести им хлеб и воду. Бедраж Маекра Раба 34.8 исследует это объяснение. Рав Шимон от имени Рава Элазара задает вопрос. Зачем евреям нужны были хлеб и вода? У них были ман, падающие с неба, и содержащие все питательные вещества, вода источника, который следовал за ними по пустыне заслуги Мирьям. А облака славы защищали их от солнца. Более того, другие народы земли знали, что еврейский народ находится под защитой. В чем же было их преступление? Ответ в том, что они отказались проявлять обычную вежливость к путникам, проявили холодность и бессердечие. Это закрыло им дорогу в народ, чья суть хэсет. Даже если о человеке известно, что он еврей, но он бессердечный, это вызывает сомнения в его родословной. Талмуд Бейца 32.b рассказывает о богатых евреях Вавилона, которые отказывались давать. Это было так отвратительно, что их мог очистить только Гейну. Далее Талмуд приводит историю Шабтая, который пришел в город и предложил там создать совместный бизнес, что принесло бы доходы ему и людям города. Они отказались. Ему пришлось унизиться и попросить у них еды. И снова отказали ему. Объясняя их поведение, Шабтай предположил, что они были не евреи, а потомки Эреврау, сброда, который вышел с евреями из Египта. Иными словами, если у человека нет милосердия, он теряет еврейскую идентификацию. Мудрецы говорят, кто жалеет людей, творение Бога несет знак потомка Аврагаму. А кто не жалеет, демонстрирует, что не из семени Аврагаму. Поэтому доброе дело приносит человеку еще одно преимущество, укрепляет его положение среди сострадательного братства еврейского народа. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, парнаса, кавана, амазу, то, что мы этой часть не грешили, изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До встречи. Четверг были недорога в час дня. Спасибо.